Доброе утро! Доброе утро! Не разбежались ещё? 15 минут, учителя нет, всё, пара меняется. Мартыс, а у вас новая камера? Нет, вторая. Да щас фокус поймает, там наверняка... Намекаешь на плохое качество? Карпитка! Лучше камеры, чем у меня, не бывает. Ну что, товарищи? Полный провал у вас и окончательный? Провал чего? Умственных возможностей, памяти и прочего. Я вот о чём подумал, что вот сейчас мы циркулировать закончим на какое-то время и пойдём дальше, а потом будем подциркулировать вот так. Это что? Ну, МНО немножко отложим. А я только хотела попросить. А, вы же дополнительно про асы, да? Дополнительно про асы, да? Да, я запросила. Как раз. Хорошо, ладно. Если остальные... Я просто честно смутился и подумал, что, может, остальным уже напряжённо. Поэтому, Николай, Алексей, скажите, как вы к этому относитесь? Покажите. А к чему именно относимся? Относимся. Ну, в смысле... Мы относимся к партии. Продолжать близкие и интимные отношения с именом, а другое пойти дальше, типа, усваивать новый материал. Ну, я бы сделал перерыв с именой, честно говоря. Я бы тоже сделал перерывчик. Вернёмся, Марин, к этим самым... А что, новая так хорошо усваивается? Конечно, уже старая, уже всё усвоено, да? Покажите мне в лицо тех, кто всё усваивал. Николай, я согласен. Алексей, а вы как? А я проснулся. Эта тема просто, она очень обширная. Этого достаточно. Да, Николай, согласен. Мы просто... На ней можно слить и месяц, два и три можно. Нет, на ней можно и склеиться, Николай, я это неправильно понял. Значит... А хочется ведь, наверное, уже как что-нибудь поперевести, поэтому... Пойдём. Да, дадам шакал вот уже буквально на следующей странице. Да, да. Я поэтому и хочу, чтобы вы дошли до шакала. Вот. Кстати, поздравляю, коллеги. Мы, в принципе, перепёрли четверть учебника уже. Да, я тоже тут недавно смотрел, вроде уже заехали куда-то уже вообще. Десять упражнений, ой, десять параграфов глав. Это одна четвёртая от сорока. Ну, по объёму от самого учебничка я смотрю. Это всё-таки ещё пока не одна четвёртая. Ты ещё, ты ещё выкинул. Нет, ну ты смотришь словарики. Да, выкинь таблицы, словарики. Ты не научился правильно считать количество пройденного материала. Не-не, я выкинул, я выкинул. Да, я взял. Ты прям вырвал? Ты прям вырвал? Нет, нет, вот, смотрите. Вот, вот, вот. Сколько мы прошли. Да. И сколько ещё. Ты считаешь, что это не четвертая? Нет. Нет. Я вот так же сделал у меня четверть. У нас разные учебники. Разные пальцы. Четверти просто. Этот. Про гравитационный опыт. Я предлагаю пробежаться по новому материалу, а потом с ветерком вернуться к кассам и прочим. Я с недоверием отношусь к вашему предложению. И правильно. Но, я думаю, надо вас как-то подбодрить, чтобы у вас не было чувства того, что вы интеллектуально не состоявшиеся люди. А, да, такое чувство есть, да. Вот, надо немножко дать послабление. Эм, да, я так подумал. Чтобы у вас комплекс не возник того, что вы не ДЦП, в общем. Даже если это и так. Ну да, даже если и так, это будет ваша маленькая тайна, и мы никому это не расскажем. Никому не расскажем. Так. С собой. Так, ну что ж, начинаем с алфавита. Николай смотрит в мои честные глаза и мне его повторяет. Алфавит? Да. Это было неожиданно. Я готовился к чему-то более... Сморно. 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 И повторяйте. Учебник под камеру Это какая-то погодка Да, да, да Да нет, куда-то все равно видно Хорошо Это же висарга, это же не ч Ах Ня, ня, ня Та-дха-да-дха-нна Та-дха-да-дха-на И па-бха-ба-бха-ма Я-ра-ва-ва Ща-ша Ну, пускай будет Ша-ща-са-тыща Да Ха-ха Так, что за ха-ба Ну, если бы я был строгим, мы бы начали с нуля Ну хорошо, я сегодня добрый Алексей? Майор Пейн прям какой А это не честно Вот его не видно, его честные глаза, например Алексей, у вас камера Сейчас Линукс, да, не лечит с камерой Просто у меня есть парк с Линуксом, который с камерой Так вы ТТТ с ним занимаетесь? Там просто ограничения на групповых звонках Нет, у меня нет Да, странно У вас есть глаз скоро? Да Но вот под Линуксом почему-то у меня так не получилось здесь с вами тусоваться Надо всё равно на вас посмотреть хорошо как-нибудь при случае Хорошо, давайте, алфавит Ну, и вы смотрите тоже в моих глазах, я вам это не проверил Ну, естественно Так Всё на доверии А, а, и, и, у, у Ну, вот первый, как бы мы просто делаем раскатист Второй типа ри, ри А третий просто лри Лри, лри Э, ай Ау О, а, а Какой ау, о? О О, ау Сначала простые И потом и второй О, ау, ам, ах. Я, ра, ла, ва, ща, ша, са, ха. Очень хорошо. Проходите на расстрел. Ваше место пятое у стенки. Марина. Марина. Ча, джа, джа, не, татха, дадха, на, татха, дадха, на, татха, дадха, на, бабха, нет, папха, бабха, ма, я, ра, ла, ва, ща, са, са, са. Каждый из вас помнит примерно половину букв, поэтому это здорово. Если вы вместе соберетесь, вы не пропадете. Марина при этом очень музыкально, что приятно. То есть, когда она забывает, даже, в принципе, не обращаешь внимания, просто потому, что поток несется. Да, она улыбается, такая, что она говорит, уже даже и не слышно. Да, вот, но это работает. Эффектно. Эффектно, да. Ну что, открываем книгу «Тоски, печали и грусти». Боли еще. И начинает Марина тогда, что ли? Что, что, что начинает? Десятка? Да что-нибудь. Ой. Или подержи. Что? Учитель, не покидайте нас. Начинайте, начинайте. Там прямо переезд вовсю, смотрю. Сейчас он рояли перенесет. Где рояли, да, рояли где? Два, где? Что начинать-то? А это кто-то купил у него, что ли, или что происходит? Надо выяснить. Ну, смотрите, я так понимаю, что, типа, домашнее задание, что ли? Какое? Подержи или по качергине? Ну что, реши. Чего там, мистер рояль? Два рояля. Мистер два рояля. Два девочек качергину. Что можно? Ну мы сейчас, что сейчас? Качергину, да? Десятый урок делаем. Подождите, раз мы уже не делали десятый урок? Нет, мы домашнее задание проверим. Какой урок? Нет, 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 я подоговорю. У нас было два... Составное. У нас были падежи и качергина. Так, падежи для нас. Самино. У нас... Нет. Падежи без имена. А-а-а. Выучить. Ну давай, Николай, ты запомнил наизусть ми и... Нет. Я не запомнил. Тогда читай, пока сейчас вот при всех. Попытайся прочитать на примере гамма всю таблицу ми. На примере глагола гам. Гам. Гам? Так это не падежи. Это склонение. Держи, посмотреть, он же уже выучил давно. А-а-а. А какого? Настоящего или прошедшего? Настоящего. Бой. Только наконец-то. Да, бой. Начинай, Коль. Начинай за... Ахам гамами? Вот это что ли? Какой гамами? Что? Без ахама. Просто. Я иду. Ты идешь. Он идет. Я уже эти таблицы уже, видимо, успел подзабыть. Ну, тебе хорошо, сейчас можно вспомнить заодно. Гамами? Гамамас? Гамамас? Только сначала Николай читается весь столбик. Они читаются столбиками. Не строчками, а столбиками. А они столбик читают сначала по Расмайпаду всю, потом от Манэпаду? Или весь столбик прям... Не, сначала по Расмайпаду, потом всю от Манэпаду. А-а-а. Гамами. Гамаси. Так, от корня гамас, но вы настоящего времени, какая? Гача. О-о-о-о-о. О-о-о-о. Гачами. Ну да, гачами же. Но я тоже гамами бы сейчас сказал. Ты все равны. Гачаси. Позор. Гачати. Дуальный. Или дуальный. Или дуальный. Это слишком философский. Гачавас. Гачатхас. Гачатас. Гачамас. Гачатха. Гачатха. Все. А-а-а. У него же нет. Да. Ну вот мы еще проходили еще. Я не знаю, надо было смотреть в прошедшее время или нет. Но я посмотрел вот это вторичное личное окончание. Типа там. А там без них. Гачам. Гачат. Гачат. Перевести не удастся. Почему? Он шел. Типа шел в прошедшем времени. Не-не. В смысле, если их не смотреть, то предложение перевести бы не получилось. А, ну да. Ну да. Это само собой. Гачам. Гачат. 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 Подожди. Там же А надо добавлять перед... Там Агачам, Агачас, Агачат. То есть вот посмотри под таблицей. А-а-а. Там надо этот, как умное слово, аугмент добавлять. Аугмент. Судя по вашему голосу, некоторые формы вы увидите впервые. Да. Агачам. Что в этом удивительном? Агачатам. Агачан. Так, ну что, ушли в интерфер, что ли? Пара-па-па-па-па. Тихо, мою. Уже вообще. Да, ладно, хорошо. Алексей, давайте в настоящее время мне русский перевод, потом санскритский, значит, с... 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 С глаголом... Чего? Так, вач у нас было? Нет. Вач не было еще, да? То же самое, только сначала с русским переводом. Чего? Вагол в нем... Вагол в нем... Вагол в нем... Вагол в нем... Дзива. И в дзива. И то же самое, только... Алексей... Николай без перевода, а ты с переводом. я я понял дживами я живу дживаси ты живешь дживати он живет она она ну да да и бог с ними джива вас мы вдвоем живем сожителем моим вы вдвоем живете дживатас они вдвоем живут дживамас мы много нас живем дживатха вы много вас живете дживанти их вообще до хрена живет по имперфекту тоже можно попробовать имперфектные специалисты уже имперфектные имбецильные вот я я пока для себя не определился где между этими двумя состояниями тонкая грань пограничное состояние от дживам я жил адживас ты жил адживат он жил аджива мы вдвоем жили адживатам вы вдвоем жили адживатам они вдвоем жили адживата адживан они а там а живота что принимает а живота адживата санскрит Para分 блин а их живых вот запостишь не так вконтакте ведь никто не поймет не надо шутить в день попозь на А дуалис, там будет аджи-ва или аджи-ва-ва? Аджи-ва-ва. Аджи-ва-ва. Ва-ва. Хорошо, а Марине дадим какой-нибудь похожий глагол. Полегче. Давайте вас. Вас это классика. Зачем? Я не так хорошо. Мы привыкли уже. Вас? А вас? Какая там? Это все глаголы первого класса. Поэтому тут... Ага, особенно гамма. Там же основа подсказывается. Там, где сложности. Да. Ну, начинай. С Богом. Вообще? Что начали? Подожди. Ты что, глагол начала? Нет, она началась по падежам. А, точно. Ну, правильно. По алфавиту же отсортирован. Ну, не стесняйтесь начинать. Нет. Нет, я жду еще замечаний. Вдруг какие-то... Ты прекрасна. Вососе. Опять получается. Вососе. Вососе. Так а что мы... Не русские, что ли? Вососе, Вососе. Марин. Шикшаши. Шикшасы. Мы же не отбрасываем. То есть у вас есть желание заменить, но это... Да, да. Потому что я в нем... Если заканчивается... Если заканчивается слово на С, у вас есть желание что-нибудь подменить, но нет, не надо. Добавляется. И что будет в итоге? Вососе? Васатте? Васавахе? Васатхе? Или... Да? Васетхе. Да. Насколько я понимаю. Васатхе. А. Ну да, мы же там переделали. Мы же тогда смотрели по каналу. Но мы в Вахе палочку убрали. Васатхе, то есть. Да. Васатте. Васамахе. Васадхве. Да, меня только интересует. Там мы первое лицо удлиняем? Нет, что? Вы тогда спорили-спорили? Не удлиняем. Почему удлиняем? Удлиняем. Палец и флюраль. Удлиняем-удлиняем. Ну и в смысле и это тоже. Да? Нет. Мы правахе, но удлиняем-то мы не... Удлиняем-то мы не окончание, а удлиняем-то корень. Точнее мы удлиняем а в этом корне. То есть сутки. Да. Да, да, да. Поэтому... Васа... Вахе. Васа. Васа, Вахе. Вахе. Васа, Вахе. Васа, Вахе. И... Смахем тогда, давайте. Что там? Смахем тоже, смахем. У вас вы не удлинили. Махе. А, Васаа. Васаа. Ну, только вот сейчас понятно. А то Васаа не маха. А дальше по смыслу. Так если плакол будет, то понятно, кто кого. Кто кого. Ну да. Тут как раз. Давайте до конца. Вас. Хвен, Те. А, Васа. Две. Васа. Ну вот, в общем, окончание флюральность третье лицо. Я боюсь утверждать, но я думаю, что это самое часто встречаемое, вообще, что в Парасмайпаде, что в Адманепале. Я пока еще подсчеты свои не закончил. Но думаю, что это самое часто встречаемое. Да. А вы какие сфорды анализируете? 400 тысяч предложений. А откуда? В Канай. В Махабхарата. Это одна десятая часть того, что там есть. Ихрена себе. Ну, гоу, гоу Парасмайпаду. Ой. Это на все алфавит продолжает. Подождите. Нет. Просто я так сразу не могу. Николай Адманеп, он не готовился на это занятие калфавит. Не было занятий. А я... Парасмайпаду из первичных окончаний я уже выучил. Осталось еще три. Парасмайпу. Это же упопоятный глагол. А, васами. Толготу я хочу слышать четче. Васами, васати. А, васами. А зачем васа? Их толгота. Мы же выясняем только первое лицо. Так. Васами, васаси, васати. Васавас, васатхас, васатас. Васатас. Васамас. Васатха. Васанти. Принимаю. Это мне ближе. Вы теперь поняли, как вы плохо поняли. Просто у нас не было вообще атманейпады. У нас это у кого? Ну, в... В прошлом месте моей. В крышнаицкой тусовке? Нет. С чем импортами? На этом не было отношения никакого. А, да. Харе Кришна, и все. Он нормально. Нас почтили просто. Нам дали только вот... Ну, вы согласны, что надо повторять? Чуть-чуть. Зазубривать, потому что... Да. Сейчас просто я хотя бы понял, что вы не поняли. Вы не помните про долготу в первом лице. Ну, теперь вы хотя бы знаете, какой последовательность. В общем, каждый выбирает себе глагол по душе. Просто мне, чтобы они отличались. И зазубривайте. Так, поехали дальше. Это все детский сад. Итак, что я играл? Я играл в 10-ое, что ли, делать, да? Ну что ж, отлично. Подержи. Подержи. И подержи долбить. А что? Подержи. Ну, как у вас, значит, получилось с основами на А долгую? Что-нибудь уже запомнилось или пока ничего? Ну, у меня запомнилось, как утро я. Николай, я не слышал. Там вылезает я. Не знаю, потому что, да, таблицы мы умеем пользоваться. Хорошо. Там есть вопрос, в принципе, есть вопрос один, был. Был у меня вопрос. Давай. А, вот он. Николай, если будет еще 20 минут вводного, я скажу, что, пожалуй, не надо вопрос. Ну, посмотрите, это по четвертому упражнению. Или давайте отложим тогда на четвертое. Нет, четвертое упражнение. Давайте, когда дойдем до четвертого. С первого начинает Алексей. Да, сейчас, секундочку. А, вот здесь. Так. А вот формы, оканчивающиеся на С, они всегда... Ну, так как мы склоняем, спрягаем, это же отдельно стоящие слова. Поэтому, согласно индийской традиции, превращаются. То есть... И Чаргина никогда не превращает. Ни сама, ни в книге, ни... То есть, вот в этом упражнении все-таки пора слушать, говорите, пора. Пора. Вы родом. Будем ближе к индусам, а я сразу... А, пора. Пора. Да, окей. Номинает... Сингулярис будет быстрее. Хорошо. Порас. Ага. Порас. Акузативус... Ой, а... Акузативус... Акузативус, плюралис, это паран. Так же, женский род локативус сингулярис парам. Женский род локативус плюралис парасу. Так. Ни... Ни... В смысле, и... Как еще раз, можно? Порасу. Порасу. А, локативус, женский род, плюралис, да, там су стоит. Так. Порапхист. Что с такой? Церебрализацию S читали? Читали? Ну вот... Я ошибся. Могли... Ну вот она обычно в этом сул применяется. Вот читаем еще раз. Ага, после морфем. А, то есть на R сочетание. И гласный, и кросс. То есть парашю получается. Потому что на К и Р. А, или после А. Подождите. На гласный, и кроме А и А. Ага. То есть тогда парасу, да? Ну... Я сделала парасу. Да, да, да. Я тоже сделал, но сейчас смутился. Это Марк умеет вести в заболуждение. С хочет церебрализироваться. Да с этим я столько правил уже, что прям вот я Марину понимаю. Ни-нича. Ни-нича. Низкий. Так. А как средний рот? Ты хочешь спросить, как это средний рот такой, что это такое вообще? Номинативус. Нет, средний рот по латыни. Нетрум. Нойтрум. Нойтрум. Номинативус. Акузативус. Да, там два их одинаковые. Ни-ни-чау. Так. Дуалис, да. А номинативус, акузативус. Сейчас, прошу прощения. Ни-чау будет? Ну да. Сейчас я проверю. У меня нича. У меня нича. А, ты прав, ты прав. Средний рот абсолютно. Абсолютно прав. Всё. Так. Теперь флюралис это у нас будет ничаани. Генетивус флюралис. Ни-ча-нам. Кшипра. Быстрый. Одеколон, кшипр. А, так. Акузативус, сингулярис, фемину. Кшипрам. Агенетивус, локативус, дуалис. Кшипрау. А у меня кшипроз. Нет, кшипраёс. Сейчас, секунду. Самое, что добавляется, Y. А, да. Да, ты прав. Кшипраёс. Прикол в том, что я ошибся в том же месте в своё время. Так. Интересно. А почему? Вы нас приободряете. А, это не в ту таблицу, что ли? Сейчас, подождите. Кшипраёс. Да. А очень похоже на мужской род. Или там почти та же форма, да? Почему? Чё, почему? Ну, вот. Генетивус, локативус. Там тоже ос, как бы. И тоже R подставляется. И E подставляется. То есть, сутоёс, сутоёс, как бы, да? И в мужском роде тоже. Ай, ос, получается. Ну, так. Ну, да, то есть, похоже, да, кстати. Похоже. Удаётся, удаётся, ага. Женский род, локативус, плюралис, кшипрасу. Да. То же самое. R, но A. Мужской род, локативус, плюралис, кшипрэшу. У всех было шу. Да. Тут кшипрэшу. Да. Группа ДЦП разделяется на две части. Дирк. Да. ДЦ и П? ДЦ и П, да. На три. Дирк. Так, значит, Дирк Хабхис. Это инструменталис. Да. Как у тебя ещё раз? Инструменталис. А, средний род же, ёкарный бабай. Всё правильно. Инструменталис, это будет Дирк Хаис, да? Спасибо, немецкий. Дирк Хаис. Слово нет. Дирк Хаис. От сердца к солнцу, да. Вот, феминум инструменталис, плюралис, это Дирк Хабис. Дирк Хабис, прям как каннабис. Так, мужской род, генетизм. Так, давайте. Марк, это вы в Краснодаре всё-таки, да? Как бы. Это вот он. Фига себе. Может быть, это два рояля не просто как бы с мужской. Да, да, да. А как бы. Да. Дирк Хаис, я. Аблатилус сингулярис. Аблатилус сингулярис. Дирк Хабхиад. Нет. Да, блин, да что ли? Чё? Альд. Аблатилус сингулярис. Я ж каждому все не знаю. Дирк Хаис. Дирк Хаис. Дирк Хаис. Да, на Руси-то. Так, нова. Нова, поехали. Новый. Мужской род инструментарис. Сингуяйс. Наверное, кажется. Наверное. Сингуяйс. Наверное. 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 Локативус сингулярис на Ве. Блин, да. Средний род. Блин. Номинатиус дуалис на Ве. Средний род номинатиус сингулярис на Вам. Нет, Наверное, я не сказал дуалис. Наверное. Что? Наверное, да. В дуалисе на Ве, в сингулярисе на Вам. Да. Феминум инструментарис пиралис. Навапфис. Теперь на упаковках Ферри вы будете видеть надпись Ню и представлять себе, что написано не Ню, а Навас. А можно еще раз вот... Ага. Ферри не покупает. Как вы... Что, что, Коль? А можно вот в первом слове, да? Предпоследний у тебя что? Парам. А вот... Это какой... Не парам. Сейчас. Не парам. Женский рот... Пара... Женский рот... Парай. Парай. Парайям, да. Парайям, да. Парайям. Да. Ты прав. Ты прав. Так, я надеюсь, что в втором упражнении вы использовали хотя бы какой-нибудь санхи там нашли. Что происходит, когда Т и Ч встречаются в альбом? Альбом нашли, да. Т и Ч? Я не знаю. Я спрашиваю. Церебрализация? Или что? Ассимиляция. Она встречается А и У, Николай. Полная. Ай У? Нет, здорово. Ну, санхи гласно. По правилам. Ну, получается О. Алексей, И, И, А. Про санхи гласных можно опустить. И, И, А? Э. Э. Ой, нет, не Э. Эти сложные вопросы. Я. Я, да. Эс и А, Марин. Эр там? Ага. Как же раз? Эс и А? Эр. Ну, я же говорю, Эс и Асс. А там есть два правила разных. Это зависит от чего там. Ага. Хорошо. Ну, давай, Николай. Асс плюс А. А. Ну, там есть несколько вариантов. Ну, а, нет, 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 нет. Один. О, О. О будет. Не, не. Асс и А это будет О. И там еще есть дополнение. Там еще можно ставить такую... Аваграха. Какую он? А, Аваграха. Аваграха. Да, еще можно поставить Аваграху. На русский манер Аваграх. Да. Аваграха. Там вполне себе... Ну, все. Из-за того, что... В Индии, когда слово Аваграха, его пишут слитно с тем словом, который перед ним. А в европейской традиции разделяют. Раздельно пишут. Но в европейской традиции вообще пытаются все раздельно написать. А индусы пытаются обратно все склеить. А, да. А ее... Ну, просто ее не накрывают палубой, да? А нахрена вот вообще? Она... Ну, вот зачем ее придумали? Как тогда ее достать слитно, если палубу не накрывать? А. То есть, прямо вот практически... Поехали дальше. Так. Третье. Вы справились. Превосходно. Я не сомневаюсь, если вы вообще его делали. Ну, давайте... Вы переводите слова мужского рода. Перевод? Да. Потому что... А мы второе-то будем делать, да? Мы так по танцам прошли и... А, это неинтересно. Фу. Так. Ну, там долго... Не ходи на вас уже. Ковыряться. Третье упражнение, вторая часть. Значит, Марина берет слова мужского рода, Николай слова женского рода. И с переводом мне, пожалуйста. Так, я же сказал, Марина слова мужского рода. Ну, собственно... Ну, собственно, она и есть. Что? А, мужского? А Марина женского рода. А пород такая. Да, такая. Инверсия. Антигендерная такая у нас. В честь 23 февраля, да. У всех рай. Диваса рай. Мрига. Скорни. Диваса. Небо день. Я же не оспариваю существование рай. Я говорю, что будет с этим словом перевести шакала. Чакал попал в рай. Я не переводила. Шакал в общем не переводили, но когда будете переводить, вы вспомните все, что вы переводите. Потому что вы не поймете, кто кого что делает. Если вы поймете, то я вас вычеркну из группы ДТП и перейдете в другую. Продолжаем. Какой Мриха? Мриха. Мрига. Мурга. Кто это? Мрига. Какой лесной зверь? Это газель. Я теперь... У меня так смотришь, лесной зверь. Антилопа или газель, но это не лесной зверь. Ну, олень. Антилопа. Пошути. А есть и такой. Антилопа. Рама. Что? Масло сливочное, да? Я пропустил раму. Ужас. Он тебя этого не простит. Ну, тоже олень. Рама. Вот это он точно не простит. Рама, да. Ладно, я пропустил. Рама. Ой-ой-ой. Рама, ты олень, да? Рам. Рам. Или это рама, которая рама? Рама, которая рама, да. Давайте, давайте, ускоряйтесь. Или опять? Все, все, все верно. Прояга. Алексей, варианты? Жертва? Или нет? Город. Что звать? Город. Я же перевожу. Это город такой. Город, да. За диконькой сразу идем. В пяти верстах Прояга. Грамма. Деревня? Жрать не надо. Кто-то летит, если что. Я жду. Гаджа, слон. Не надо ждать. Ачва, конь. Отец? Джанака. Алексей. Отец? Предок? Царь. Творец. Имя собственное. Откуда? Джанака. Творец? Ну, это коварно. Николай, давайте. Ганга. Ганга. Конья. Девочка. Мала. Вино Гирлянда. Атма-джа. Это родная дочь. Гуха. Укрытие, убежище, нора. Нища. Ночь. Фикша. Это подаяние, милостыня. Ямуна. Это название реки. Ямуна или джамуна. Что за бху-мау? Радхья. Что за бху-мау? Бху-мау. Бху-мау. Это твакативус сингулярис от бху-ми земля. Бху-мау. Бху-мау. Земля? Перевод вы... Твакативус сингулярис от бху-ми. Земля. Как бы... Земле. Земле, да? А, в стране? Я думаю, в земле что-то там. В земле это прожители Киева. Сабха. Это дворец, чертоги, зал собраний. Видья. Знания, приобретение знаний, учеба. Хорошо. Наука. А теперь Алексею дадим черты. Это большинство женского рода. Ему полегче. Ну, остальное сейчас нахожу. Хорошо, начинайте. Я половину только. Тогда... Да. Ага. Итак, Гангаям. Перечисляйте мне. Гангаям. Га-хэ-те. Два дру... Гангаям это... Женский род, локативус, сингулярис. То есть, где? Где они купаются, собственно? В Ганге. Два друга. И еще можем давать такую информацию, что это... В Ганге. В Гангаям. В Гангаям. А, в Гангаям. А, в Гангаям. Потому что, если вы скажете, что будет локатив, он... Женский род. Хорошо. Женский род и разный. А, сухо. Женский род даже можно опустить. А я сказал женский род. На АДУ. На разные бывают женский род. Га-хэ-те. Презенс. Окей. Презенс. А от Манепата? Га-хэ-те это презентис от Манепата. Второе лицо? Презенс. От... Шо? Какое лицо? Дуалис. Третье. Нет? Третье. Второе. Перевод? Третье. Не собьешь меня теперь! Вот да. Ну да. Все. Га-хэ-те. Ныряют. Ну, я перевел, как два друга купаются в Ганге. Ныряют вообще-то. Ныряют, да. А? Да. Ныряют? А, ну это литературный перевод. Ну ладно. Дальше. Конья, Малам. Можно подумать, что в Малам нет ни одной долготы. Конья. Конья, Малам. Растягивайте сюда. Рача-я-ти. Фигню только не читаете, да? Конья, Малам. Рача-ти. 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 Да. Рача-я-ти. Рача-ти. 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 Презенс. Парасмайпада. Сингулярис. Третье лицо. Парасмайпадный. Хорошо. Перевод. Рача-ти. 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 Хорошо. Дальше. Рача-ти. Что-то там с дочерью с родной. Или вырастала. Вырастала? Вырастала? Сама себя? Вырастала. Вырастала? Я перевел как «выросла», да. Выросла, это интерфект. Атма-джам? то есть там я вар хата и какая может быть родная я перевела как каком-то обстракция неизвестны хорошо дальше в раю-то дальше хорошо она читает ничего не скажешь а зачем я переводить если она хорошо читает итак начинаем с деваса переводит так николай что такое перевод какой нет деваса не день деваса я не говорю про слово про деваса днем значит дальше 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 глагол не переводите днем стоял или находился значит днем находился дальше стоял в пещере на леда разве шакалы живут на липов они в пещере в убежище в норе пещере да стойте какой я меня смущает я так ну вот что именно смущает какой-то глухая глуха са это что или и о нет нет это все вместе как бы ну са это или чай это он по моему он он запятая он и днем находился в пещере и слова но ночью и ночь значит что он начал запятая да не оленя самый оленей ни-ся-ям ел оленя оленя антилопа это кушал кого животных да множество как переводят вот это вот а антилопа да антилопу олень это рама а вот маригашира между прочим не антилопа а олень везде переводится мы вернемся к этому вопросу это очень принципиальный вопрос мы к нему вернемся покажите какую нибудь любую там не знаю скарм фото ссылку там в интернете там про оленя речь я напишу насчет оленя вам хорошо ночью что он делал хорошо покажу так ночью перевод пожалуйста ела оленей да оленя ела антилопу 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 что алексей множественное число да почему множественное ну переведи мне сансквитский текст на русский язык ночью антилоп ел ну вот у меня получилось что множественное а что перевести антилоп 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 питался а он днем в пещере находился ночью антилоп ел да конечно питался да мужской род да у нас мужской род да у нас мужской род 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 ну и там да там мужского род значит а краткое а ну так если там нет 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 это же таблица не замен смотри кроме старом учебники было как там когда слэш тает после буквы значит йод замена смотри 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 тут нету этого санхи если ты про это тут сейчас есть вру ну правильно но вру 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 есть сейчас а почему почему нету то есть вот если открыть то есть может быть там что-то другое у меня были сомнения как какие олени ну то есть там все-таки множество начало тогда получается нету в Индии по-моему ну хорошо мурган это олени а кхады есть почему у нас гелопы да извиняюсь ну я а ты говори не останавливайся хорошо вот этих вот животных ел как у нас получилось дичь да в глагоде добавляется префикс а а а как у нас получилось связка между мурган и хадат а как имперфект образуется помнишь про ауг аугмент же все понял понял хорошо а можно это вообще перейти вот вот такие вставить между действиями все-таки он днем был в пещере и ну как бы и ночью ел антилоп все-таки это по-русски а по-русски а туда просит да он штаб да можно да а ночью ел антилоп угу хорошо все понял гон пуск бикшая рамас я ши ши шайя ау варт шишяу варт шишяу варт че варт варт забавно у меня какую-то перевод да подаянии мрамы два ученика вертец У меня было просто как существование. Я такое отключение перевел как существование. Это Google Translate прям. В смысле существует? Я ни хрена не понял, то есть. Подаяние мрамы, да, там. Ну, типа того. Существование? То есть подаяние мрамы два ученика существуют, живут. А, то есть типа милостью Божьей, да, там, как бы, что-то такое. Рамы. А, ну да, там шевертец, это хитрый глагол. Колесе самсары. Да, да, да. То есть два ученика существуют на подаяние, как бы, раме. Вот рамы, то есть рама подает, они живут от этого. Да? Да. Хорошо. То есть, ну, то есть я правильно понял, что вот есть рама, он дает подаяние двум ученикам, да? И, знаете, два ученика, как бы, они существуют, как бы, на подаяние рамы, да? Да, 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 да. Все, все, понятно. Там типа инструменталис. Я что-то, да, я что-то думал, что они, может быть, там или вертят, или, может быть, возвращают ему обратно. То есть, ну, как бы, вот это вот, как бы, круговое, как бы, движение, что-то, типа, рамы им дал, а они, типа, вернули работу, ну, обратно. Вращение денежных средств. Да. Вот. Да, это правильно, смотри. Ну-ка. У нас же... Там какая основа, вард или варта? Основа-то вард, а вот... Сейчас, подожди. Вард. Вард. Вот это вот, надо уточнить сейчас. Я листаю, и я долистал. Варта, да, основа настоящая. Ну, тогда все понятно, смотри, у нас основа варта, да, и он у нас от манепа, да. Так. Ну, и, значит, это же у нас дуалис, там два ученика имеется в виду, два. Да. Это дуалис, и получается варта плюс итэ, варта это... Да, ты прав. Так, пока мартиса нету, у меня вот такой вот вопрос вот с этим был. Вот видите, пхикша я, да? Да. И я, короче, смотрел по этой табличке, у нас пхикша это женский род. Да. И там два варианта у тебя получилось? Нет, у меня, по-моему, сейчас я уточню, у меня плохая проблема, по-моему, с... С тем, почему там долгие... А, почему там... У меня лично была... Я, знаешь, что подумал, что там S отбрасывается, что там есть некая, это, сандха. Но я не понял, какая... Ну, допустим, там был бы... Да, там с долготой вопрос возникает. Либо там А, краткая должна быть, чтобы это был инструменталист, да, судя по таблице. Вот, да, вот в этом. Или там опечатка в примерах к этим, ну, примеры к таблице, вот где дочь склоняют, да? Там сутая, то есть недолгая А. Да, два варианта, да-да, все правильно. Либо там опечатка, либо тут опечатка. Да, третий вариант у меня получился, что это не инструменталист, а вот какой-нибудь там Аблатиус-Генетиус, но S отбросилось вследствие там какой-то санхи. Там же есть правило, что... Даже так? Но, 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 по-моему, это не подходит, потому что там это правило срабатывает сейчас... А, подожди, я понял, если S перед R, что ли, да? Да-да-да-да-да, вот что-то вот такое. Но, но, по-моему, не прокатывает там такая схема. Вот, смотри, сейчас S перед R, я понял, о чем-то. А у нас R это что такое-то? Это же звонкая, да, R? Вот, я пытался разобраться с этим вопросом, и получается, что R и не звонкая, и не глухая. Как-то она не звонкая. Она звонкая? Ну, R. Нет, R это просто звук, да, то есть, как бы, мы должны найти подтверждение, как бы, в Кочугине или где-то в конспектах. Есть у кого-то, что вот этот ряд, я забыл, кстати, как он называется, относится к звонким... Они, это полугласные. Что нас говорит к науру, сейчас посмотрим. Вот, полугласные, а полугласные-то они в итоге какие? Потому что считать ли их звонкими, считать ли их глухими... У меня это вызвало некий ступор. Вот, кстати, да, вот, мне вот интересно, мы уже вот все... Мы точно... Слушай-ка, я думаю, что все-таки здесь, наверное, убирается S. Но получается, что это у нас тогда пойдет в другой... То есть это, получается, у нас не... Я бы поставил, что там долготу, как бы, заменили, ну, то есть, забыли долготу в примерах. Потому что в инструменталисе там как раз А долгое, и в инструменталисе Е добавляется. То есть, там должна быть сутая, то есть, в примере. Просто понимаешь, в чем дело? Вот если мы смотрим на рамы с я, да, то это как бы, ну, это у нас генетивус, правильно? То есть, ну, рамы, да? Там, водояние рамы. Так. А если мы переведем как пхикшая, как тоже генетивус, то есть, что получится тогда? Странный будет перевод. Ну, да, ну, то есть, там инструменталис должен быть по логике, да. И он, скорее всего, там и есть, а в кочергине опечатка, то есть. Так, неподшитые закладки. А на всякий случай, пхикшая, это инструменталис, почему это? Это какой из четырёк этих? Что это обозначается? Чей? А, чем? Чем? Посредством чего, да, то есть, они как бы, да, я не ем этим и живут. Они живут, да, чем? Ну, благодаря чему, чем, то есть, как бы. С помощью чего, да, чем, да, я, угу. Ну, да. Подноянием работодателя. Вернётся? Кто-нибудь сделает дальше? Потому что я вот на этом остановился. Вот ты, я, парадокс, да, вот как бы мы слабаки вот именно в одном месте все встали втроём. Это так круто. Это у нас так... Мы команда. Мы команда, да, 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 да. Блин, а куда-то я... А нет под рукой у кого-нибудь списка опечаток, потому что... Я смотрела, там нету вроде бы. Нету, да? А, ну окей, тогда еще одно мы нашли. Ну, там никак по-другому не может быть. Ну, чтобы не было опечаток, получается, тогда это действительно либо облатиус, либо кинетилус. Да, 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 да. Сейчас вернётся. Но если это облатиус и кинетилус, если облатиус и кинетилус, то по какой причине вот А убирается, о, С убирается? То есть... Нет, С убирается, потому что Р впереди. То есть это первое правило, которое А перед звонкими согласными и носовыми, да? Потому что А превращается в А долгую вот в этом случае. То есть и тогда... Ну, ты про то, что С отпала вследствие Санхи, да? Или нет? Или я тебя неправильно? Сейчас, сейчас, сейчас я... Только что я... Хип-ха-яс... Это вот, знаешь, чего? Перед Р согласные Р выпадают, удлиняя предчатывающую краткогласную. Охренеть, ну-ка, подожди. Где? Это страница 40. Это что? Это что? Страница 40 по Кочергиной, это внешние Санхи С и Р. Вот там есть последнее, что перед Р согласные С выпадают. Но не после А. А, да, но не после А. Не подходит. Не подходит, да, к сожалению. Блин, да они хитрожопые, эти Санхи там туда-сюда, сюда вставил, там вынул, блин. Там 8 Санх, и ты как бы разобрал, что вот у тебя там мама мыла раму. Нет, не так, что просто. Да, жесткий язык, блин, в плане слитного написания, конечно. Все приемчики. И главное, они логичные. Чем тебя развлечем, я даже не знаю. Давайте попробуем вот это хотя бы перевести. Да, хотя бы прочесть, да. Давайте. Прояга, Прояге, Ганга, Ямуная, Самгадхатэ. Отлично. Надо записать, а то... В этом городе Ганга с Ямуной встречается. Слышь? Это как это так, сына? С листа такая. Мы же команда, мы же не делали это. Да, мы же не делали это. Да, не делали, но по смыслу только так может быть. Ура. Ну, здорово. То есть... А, да, Прояге. Прояге. Да, в городе, в этом городе Прояге. А. Здорово. Это прям... Куда в отпуск поедешь? Да в Проягу поеду, да. Пиво пить. Там Ганга, что я буду, говорят, встречаются. Прояжское пиво. Ганга. А это слово... Что было? Сам... Чего там? Сам... Гад... Ха... Те. Те, да. Сам... Гад... Ха... Те. Гад... Ха... Те. А давайте разберем. Значит, Попраяге, Ганга, Ямунга, Самгадхате. Ну, понятно. Попраяге, Ганга, Ямунга, понятно. Самгадхате. Это чего? Ну, здесь же. У нас... А, Самгам. Самгам, да, у нас? Основа Самгадха. Два. Нет, ну, это написано Самгадхачха. О, Боже. Да, Самгадхха. Встречаться. Самгадхха. А-а-а. Яна от Манайпада. А, у нас Самгадхха... Что это? Буква. А, это есть Чха. Ну, да. Да. Самгадхате. Супер, мы привели. А, это Чха, да, Чха. Теперь давайте Дашку, так. Подлая Чха. Грамасия. Грамасия. Радхая. Чего? Су. Радхаясу. Радхья. Радхья. Радхьясу. Гаджа. Гаджа. Бхрамьянти. Бхрамьянти. Да, мы уже просто супер. Радхьянти, да? Угу. Радхьянти. Радхьянти. Если кто-то хочет, дайте время сейчас разобраться. Сейчас, секунду. Чё, а мы ничего и не говорим. Помолчим. Ну что, да проверили. Алина, ты переводчик? Ну, узкоспециализированный, да, английского. А, всё равно. А ты этот, синхронист, типа? Нет. А. Я, нет. Нет. Это где-где-где? Ну, мы допроверили до того места, где все синхронно застопорились. Ага, понял. Всё-всё-всё-всё, да. И есть вопрос, о чём... Мы недалеко ушли. Парсис, есть вопрос по поводу фикшая Радхьянти. Да. Это последнее предложение, записанное в латинице, как бы, в четвёртом. Помните мне, кажется, странно? Фикшая Рамасья, да? Или, подожди, какой я запутался? Всё-всё-всё. А, Марков готовый домашний. Записано, сейчас подожди. Он купил ГДЗ по Кочергиной, как бы. Готовые домашние задания. Решим. Это его собственные, потом отровью. Нахожу такие вещи, удивляюсь, почему Лихушина мне по голове не дала, когда проверяла. У вас нормально всё? Нет, потому что проверяла так же, как и я. А-а-а. Нет, это не обидно, это факт. Сейчас. Ну, давайте, что вам не нравится там? Да, я это хотел сказать, но подумал, будет обидно. Кто из них? Ну, короче, можем вам наши претензии к Кочергиной выкатить. Ну, так. А-а-а-долгу. А-а-а. А там непонятно, либо... Это же инструменталис, правильно? То есть... Ну, Бхикшая. Нет, надолго. Бхикшая. Ну, там Е добавляется к тому, что инструменталис сингулярис, как бы. Получается, Бхикшая, да? По смыслу подходит, как бы, подаянием. Благодаря подаяниям. Там инструменталисе основа сокращается в А. То есть, по идее, должно было быть тогда... Бхикшая, первое А обычное. По идее. То есть, у нас такой вопрос. Вот не могли бы вы открыть учебник Кочергиной, занятие 10, и образец склонения дочери? Ой, как сказал. И вот обратите внимание, как там дочь в родительном падеже единственного числа. Сутая. С краткой А, да, в первом. А почему там А краткая? Нет, нет. Сутая, нет. Сутая, понятно, почему. Почему? Потому что, вот же, там, написано, инструменталисе, там, и еще где-то. Подожди, Бхикшая. Что вот вам должно было бы, чтобы Бхикшая сократиться-то? Да, да, да. Тогда почему Бхикшая, она, как бы, не сократилась? Или это, соответственно, не инструменталис? Подожди, я бы... И там какая-то гипер-песантха сожрала нашу букву С. Столк, есть, снаружи. Сейчас, у вас долго? Где? Бхикшая, А, Я, что ли? Ну, тоже, как бы... Сейчас, сейчас, секундочку. А вы сейчас так проверяли? А долгое в первом случае, да. Проверяла? Давайте сейчас я открою просто с новым учебником. Сейчас, секундочку. Как я и говорю. Так, это у нас какая страница? Да, вот сказала Марина, чтобы она смотрела. Точно, оба долгих, нифига себе. Сейчас, секундочку. Я просто не понимал, что вы говорите, потому что я смотрю, у меня краткая. И думал... Да, у меня краткая. Шестьдесятые. А, у вас краткая, да, сейчас? А-а-а. Понятно. Друзья, поздравляю, мы дополнили, похоже, одной опечаткой еще. Я верю в то, что краткая. Ну, может, сейчас оказывается, что это какой-нибудь генетилус. Да, кто это? Не, если краткая, то нормально. Не, уже хорошо получается по смыслу. Мы же подгоняем смысл под... Просто было еще второе предположение, что, может быть, это не инструментальное, да? Санскритское предположение под смысл. А что-нибудь генетилус или аблативус, да? Да. Да, 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 здесь, да, все понятно. Наоборот. Объяснение, объяснение под смысл. Под наш русский. Ребята, я скажу, мы, когда надо что-то подогнать, мы что-то к чему-то подгоним, как бы, да, то есть там направление очень разное. Просто подгонами санскрита ученики живут, как бы, там такое вот предложение там было в эти кино. И саматки пришлют к нему в воскресенье, да? Ну, подаянием рамы, да. Ученики рамы... То есть нет, ученики... А, вот, кстати. А, ну да, ученики... Слушайте. Что? А, вот, как понять, в чем разница? Ах, я в дом, ученики рамы... Не, вот сейчас, вот, вот, послушайте, а в чем, в чем разница? Ученики живут подаянием рамы, и второй вариант, ученики рамы живут подаянием. А-а-а. То есть, к чему, грубо говоря, к чему относятся рама? К ученикам или подаяниям? Ага, то есть, все-таки рама подаянием. Вот соседство имеет значение. Кто ближе, тот и... Но рама и ученики, и подаяние и рама, как бы, это соседние слова только. Один соседний слева, второй соседний справа. Так а кто вы, а кто ближе-то? Тот, что слева, или кто-то, что справа? Можно, вот, в занятии девятом, там, где у нас идут как раз примеры падежей, это страница 51. Там прямо вот, и... Вот, там прямо на примере генетивуса прямо написано, что, допустим, Гра-Масья-Радхья, улица-деревня. Или там Симба-Сья-Горджана, Рыщане-Льва. То есть, все-таки, видимо, определяется порядок флор. То есть, если у нас стоит Рама-Сья-Ши-Ши-Ши-Рау, то это будет все-таки ученики Рамы. Вот. Поэтому у меня написано, подаянием два ученика Рамы существует. Подаянием. Нет. Рамины ученики. Рамы. 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 Есть в Тверской области Рамынская такое. Рамы. 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 Мы уже все поняли. В смысле, уже вопросов не может быть. Да-да-да. Ты под кем ходишь? Под Рамой, да? То есть, полотняк такой. А вот смотрите, а вот, я правильно понимаю, нет, причем, ну это еще одно добавление такое, то есть, получается, что если бы нам вот, надо было бы сказать в первом варианте, то есть, что там, некие там ученики живут за счет от подаяния рамы, получается, надо будет сказать, то есть, мы просто меняем порядок слов, то есть, получается, рама сия, хикша я, Я считаю фортефе, все хорошо, понял, так, вы уже если переведите, пошли дальше, быстро, Николай, быстро, быстро, давай, мы тут коллегиальные, не, 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 мы тут, мы тут, у нас ничего не делали, я сейчас перевожу, все хорошо, так, конечно, ах ты, предатель, бросил нас, как бы, А на записи, между прочим, все записано будет В Праяге, в Праяге и в Праяга В Праяге нету второй, в Ямунге В общем, это, в Праяге встречаются в городе Праяга То есть, в Праяге Какое слово вы перевели словом тут? Храм Янтии. В общем, тут слон бродит по улице. Одной? Сколько улиц? Я оговорился. Слон бродит по улице. Стыд и позор. Ну вот я хромостья, я не нашел. Сколько улиц? Битер с палкой, но пищадно. Николай, смотрим на глагол. На окончание глагола. По улице деревни ходит слон. Позор. Сказали, что мы уже разобрали. Я думаю, что было фуга, пока меня не было. А я не спорю. Программа СЯ. Я говорю тебе про Ратк Ясу. Если ты хочешь сказать по деревне, я с тобой согласен. Это почему? Грамма СЯ. Это единственное число. Нет. Это еще не страдательное. Страдательное уже у нас в глаголах. Да, прошу прощения. У нас существительное не страдает по глаголу. А вот это Я, получается. Это... Нет, это просто глагол такого класса. Страдательное? Потому что если глагол будет страдательным, то существительное должно быть в инструментарисе. Я про глагол говорю. А так как здесь нет инструментариса, то даже такого намека не может быть. Ну, нет. Да. А кто сказал, что слон один? Так. Какой там Псан? Слушай, для русского человека странно, что слон один, а глагол в... Вообще-то да. Во множестве. Алексей, почему молчите? А, хорошо. Он не спорит. А я собираюсь. Да, катяз было. Да. Слоны. Я согласен со всеми. Не читать. Это получается гаджаз, да? Да. Хитрый. Блин, как это вообще читать можно? Если б не было слов к упражнениям, как бы, то это вообще без шансов. Вот поэтому у меня не расчиняются. Я не могу это сделать. Так у тебя же что, нет слов к упражнениям? У тебя особенная ПДФка, что ли? Нет. Ну, просто я же по-честному делаю, туда не заглядываю. А, поэтому я и не делаю, как бы, да? Ну, вообще логично. Ну, да. Да, я честно не могу. Ну, согласен. Ну, как бы, не догоняю без этого. Ну, понимаешь, лучше... Да, забыли, конечно. А там, по-моему, только транслитерация, как бы, нет? Это не совсем то. Короче, сколько слонов мы не разобрали, сколько улиц мы не поняли. Скилл-то надо набивать, и, в общем, подглядывать, а потом уже, когда рефлексы... У вас перевод был такой. Девушка собирает цветы, да, примерно вот так. Оказалось, что слоны бродят по улицам. Гаджак. Слоноподобные, да. Это же комплимент в Индии. Нет, ну, слона с девушкой тоже перепутает. Ну, за смотри, какая девушка. Слоноподобная. Гаджагамини, да. Да, да, да. Идущая подобная слону. Это мы помним, видите? Мы хорошо занимаемся. Ой, я да. Ой, я да. А, ага. Я, смотрите, я вот это пропустил, продолжение, поэтому я его читаю в первый раз. Я ошибся. То есть, как бы, я... Я ошибся, сказав, что вы все перевели. Акшара, 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 акшара. Вот эту графему. Николай, ты видишь, когда мы Шри? Надо, как написано Шри. Ага. Странслитерацию по Деванагре не подписывайте, да? Или как что? Николай. Шра. Да, это Шра. Ашра. А, я понял, на беглом чтении Деванагре мы сыпемся. Да, Маша, мы не сделали, только никто на самом деле. А я предупредила сразу. Мы остановились вот на бегле. Которым Деванагре не нужен. Ашра. Да. Да нет. А нам лень, да. Да, это есть, как бы. Мы же компротивисты, как бы, да, понимаете? Ашра. Ашра. Как ты делишь на слова этот поезд? Пхума есть? Сколько коней? Ты конь? Николай, ты же есть конь один? Это ты, а кони? Первое слово это кони, ашва. Он отдельно. Много коней. А, коней много, ашва. Что делали? Да тут три коня, у нас тут тройка. Кони. Что они делали? Они уставали. Ну, как бы, устали кони. Это ты про нас сейчас? Они не хотят овса. Смотрите, ашва, ашрамья. Приставочка, а, значит, это прошедшее время. Значит, они устали. Значит, кони устали. Ашва, ашрамья. Ашрамья. А дальше у нас идет... Ну, пхума... Пхума вапана... Вдруг кто подумает, что у него есть мысли. Алексей. Ну, пхума... Пхума это... Ага. Ну, там санхи... В этом занятии же... Внешний санхи Энн... Вы же уже... Ага. Ну, Энн-то там, наверное, все-таки... Кашрамьян... Да, там какая-то церебле... Ассимиляция, нет? Чего? Да. Так, да, там... Почему нет такой санхи? Нет, нет... Нет такой санхи... А мы не проходили! Ну да. Так... Ну, я пытаюсь подобрать... И все зря. Ашрамьян... Методом подбора? Да. А, так, может, это множественное число просто... Это ж по... Парасмайпады, как бы... Там... Множественное число третьего лица... Там окончание Энн... Ашрамьян просто... И все. А Энн плюс пху слилось просто... Нет, я сейчас... Хочу понять, как вы делаете слова. Да, да. Это... Окончание глагола, скорее всего. Энн... Без санх здесь. Ашрамьян, дальше. Марк, вы заснули? Пху-мау. 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 Ашрамьян. Пху-мау. Пху-мау. Пху-мау, да. А в Б появляется... Пху-мау. Мы же... Мы сегодня... Рассанхизированный... Пху-мау. Пху-мау. А где вы нашли Пху-мау? Где вы нашли Пху-мау? Здесь санхи, получается. А на В... В превращается. В превращается. А Та не потеряли? Да, да. Вот. И еще одно слово. Апана. Или... Тэ, тэ, тэ. Только я вижу Тэ. Ну... Пху-мау. Пху-мау. Патолаганатом. Тэ. Па-там. Тэ? Па-там. 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 Па-там потеряли. А потом они потеряли Па-там. Давайте мучайтесь. Я хочу это видеть. Па-там. Ща. У нас мало времени. Поэтому мучайтесь быстрее. Сказали, что проходили. Боже. Проходи. И так. Коней сколько? Много. Что они сделали? Мы страдаем. Устали. Мы уже... Значит, дальше. Так. Так. Мы не проходили. На землю. Бху-мау. Да. Что они сделали? Устали. И... И... Па-там. Па-тана. Па-тана. Упали. Па-тана. 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 Если они устали, то они упали, и в рифму даже. А это какой корень будет? ПАД. ПАД, да? Это ПАД, да? Корень, то есть какой ПАД? А почему тогда у нас лучше? ПАД. ПАД там. ПАД там. Всё, понял. Хотя, честно говоря, нет. А почему ДЭТа, откуда ПАД? Есть такой предмет у медиков, ПАД. ПАД. Значит... Почему ПАД, почему ПАД? Прогон сейчас был в Уфляндии. Там ПАД, всё правильно. А почему ПАД там? Какой здесь санхи для начала? Там же всё совсем слилось. Для начала надо снять санхи. ПАД. То есть это... ПАД там... Нет, АУ, понятно, дальше. Значит, смотри, внешний санхи... Вторая разновидность. Первая строчка. Это имперфект. Значит, там... А перед ПАДом. То есть это... Ну... Соответственно... ПАД. Здесь подходит? Здесь подходит? Подходит. Почему не говорили об этом раньше мне? Николай, тебе же с санхами понятно? Откуда взялось там Ш? Подходит? Да. Я к чему и клоню. Молчали. А мы думали вам глажить. Изментий. Время уже. А, так это ПАТАН. Ах ты ж ёб... Так это... Сейчас. Ну, это множественное число. Третье лицо. Там ПАТАН. Н плюс Ч превращается в НЩ. Ну, а так как там не просто Н, а... Н ушло... Да-да-да. Игнорируйтесь. Понимаете? В ананасику. Вот я не поняла вот этого. При развлечении в печатных текстах анусасики и анусфары в сочетаниях пункта 2 выступает анусфара. Что это? Вот. И, между прочим, в примере написано АПАТАН ЧА. Не обращайте внимание на Носику, она как бы чисто как украшение для вас. Там написано АПАТАН ЧА. То, что мы, собственно, и разбираем. Угу. Слушайте, а вот по поводу... В примере написано. Понимаете, в примере что написано? Что лошади делали? АПАТАН. АПАТАН там. Там в примере написано. АПАТАН ЧА. Это пятый пункт. В примере написано Ленблока. Последний абзац. ПАДАЛЬ. В каком примере? Пошел? Там есть перевод АПАТАН ЧА. Вы могли воспользоваться просто и ставить его. Вот после него написано. Как переводится? Я нашел, и что дальше Я помню Да Примерно Итак, перевод Естественно, даже как оно во что превращается И как переводится даже А, то есть, не важно Это про вас, товарищ Николай Похрена Хорошо Кони устали и на землю упали Дальше Хорошо Сабхаян Джанако Абхашата Абхашата Тшата Вот, это Я перевод Как Асабхаян Как Асабхаян, это что Какой чей дворец Сабхаян Ну, от Сабха Дворец Чвертоги То есть, это дворец Что царя Какого царя Ну, это чей дворец То есть, я так понимаю Что Джанак А Джанак, это Джанак А, в дворец В каком падеже В дворце В дворце По дворце Джанако Что было до О Джанак, это Джанак У нас есть Поддержка Творец Я сейчас скажу Э Отлично, Николай Правильно Джанако Нет Джанакос Скорее всего Значит, кто? Значит, во дворце Джанако Это, скорее всего Джанакас Джанакас, да Ас потом превратилась В оперед Гласный Да-да А что в конспекте написано? В дворце А, ну хорошо Если так, то так Но я не знаю Глагол Какой? В конспекте В конспекте Назовите меня корень Потому что у меня Это имя Таря Джанако Основа Бахаша Так Что он делал? Глагол Говорить Теперь переводите Три слова вместе Бхаша Да Все, спасибо Дальше Ну, говорил Это В последнее время По дворце Царь Джанако Говорил Он смутился Перед лигатурой Где? Что? Либо она не входит В алфавит Виде Видео Видео Пара Девата Да Видео Видео По Наука Девата И жизнь Видео Журнал Подписка На 17 Знания Наука Учеба Пожестого Хорошо Так И вместе Пара 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 Это Прилагатель Другой Да Это Парасмай Да И Девата Это Божество Женского Рода Неплохо Быть И Других Божеств Что? Ой Это От балды На самом деле Страх Хаза Другой 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 Божество Знаний Сейчас Сейчас Секунду Я Не Не Я Сейчас Посмотрю Короче Вместо Мата Можно Латинские Названия Побежи Или Не Применять О Другое Божество А Вакатиус Сук Ой Там Что-то Типа Ах Ты Вакатиус Да Нет Не Подходит Отечеяние Да Ну Я Понял Что Это Все-таки Вакатиус Можно Одним Словом Просто Перевести Николай Пурка О Знания Что-то Нет Нет Это Не Вакатиус О Знания Что Посмотреть Еще На Вас Поиздеваться О Другого Знания Божество Нет Я Раскрою Вам Другую Тайну А Как У Вас Переведено Что Написано В Конспекте Сейчас В Где Вы Откройте Тайну Золотого Ключика Это Не Вакатиус Получается Это Пропало Это Наверное Видья Это Это Слушайте Это Наверное Видья Наверное Да Это Есть Глагол То есть С Пропало Получается Да Да Полная Херня По мне Тогда Глаголы Нет Учение О Другой Богиня Другая Богиня Учения Неплохо А что Еще Здесь Может Садитесь Сколько Слов У вас Написано В Конферии Другая Богиня Учения Другая Богиня Учения Слушайте Давайте Давайте Тогда Сейчас Прикинем У нас Три слова Восемь Падежей Ребята Мы Сейчас Перебирать Замучаемся Есть У нас Буковки Другие Мы Восстановили Одну Буковку Это В любом Случа У нас Пара Относится К Два Дате То есть Другая Богиня Это Факт Да Факт С С В каких Условиях В Ас У нас Пара Это Без Долгого Если У нас Долгая Пара То Скорее У нас Опять Пропала С Пропала С Значит Пара Это Долгая Как Раз С Пропадает В каких Условиях Если У нас Перед Гласными Не Подходит Сейчас Там Ас Перед Вот Нет Не Подходит Не Подходит Перед Звонкими Согласными Носовыми Д Если Долгая Ас А Д Подходит А у нас Долгая А у нас Долгая Все Правильно Д Звонкая Правильно Значит С Исчезла Две С Значит На самом Деле Пара Два Дата Два Дата Да И чем Это нам Помогло Ну В переводе А пара Интересно Какого Рода Тут А П Это А Слушай Ты Так У нас И П Звонкая Значит Значит П Не Может быть Звонким П Глухая Чему П Потому что Есть Б Пара К ней Да Б Это Звонкая А П Глухая Понятно Кто Звонкий А кто Глухой У меня У меня Уже Была Готовая Стройная Схема Нет Она Ничто Не Подходит Слушай Это Скорее Всего Пара Женского Рода Аблатиус Или Генетивус Там Ас Как раз Долгий Да Нет То что Пара Эст Эст Точный Видео Куда там Эс Делать Учитель Что вы нам Скажете Да он Заснул Дайте Нам Его Мы Просим Так Пара А Есть же Лихушина В Лихушине Есть Залезняк Господи Как В сказке Нет Подождитесь Да 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 Так Сандхи Там Есть Но Это Вряд ли Поможет Ничего Не Так Ас Перед П Ах П А А что Я посмотрел Что Мне Это Дало Хеточники Это Таблица Нереверсивных Что Здесь А Слушайте Давайте Захерачим Таблицу Реверсивную То есть Единственное Кто до этого Думал Что до вас Это Бакнул Да То есть У нас Есть Как Мы Знаем На Что Заканчивается На Что Начинается А Тут Как Берем Хорошей Компании Слушайте А Ведь Вообще Слово Видья Оно Без Так И Склонений Оно Так И Звучит Просто Видья А Долгая Да Она Есть А Долгая Значит Тут А Рот Какой Женский А Ну Все Значит Это Ребята Мы Восстановили Поддерж От Именительной Поддержки Нет Может Там Ну Получается Что И Два Дата Тоже Получается Тоже Вименительная У нас Два Вименительная Двойной Именительный Поддерж Почему Нет Знания А Стоп 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 Я забыл Палку Глагола Нет Два Это Да Глагол Ну Два Именительная Значит Я Не Против Знание Другая Из предыдущих 20 переводов Я понимаю Это Как-то Сегодня Самое В смысле Знание Является Еще Одним Божеством Да Ну Да А Другое Божество Твою Жанну Ну Все Получается Только Три Слова А прикинь Там Четыре Будет Родилось Знание Все Таки Без Восстановления Падежей Вот так Подогнать Как бы Не Получается Вообще То есть Понимаете Дело в том Что Глаголов Да это Облативус Какой Не всегда Можно найти Это я Заменил Сейчас Матерное Слово Да Все Поняли Ну Здорово Разобрали Квас Гораздо Более Жесткое То есть Это Как Врус Тогда Давайте Кто Доход Ёкарный Бабай Да Так Сейчас Находу Находи Вы Генетик Ромо Ромо Чтоб я вас Помучил Ну конечно Да А Чтоб мы На санскрит Перепирали Сразу О нет Это Ромо Ра Я записываю Просто Правильно Ра Ва Буквар Дать На Ма Джа Я Победил Равану Мама Мыла Раму Дальше Как бы Эксист Равана Рама Побил Равану Так Ускоряемся Ребята Ускоряемся Ни хрена себе Попал Раз так хорошо Пошло Сита Сита Сколько здесь Сита Годовар Я В поезде В поезде Сколько слов Стир Рам Мага Транслит Сейчас Надеюсь Записывать Чхат Коль Записываешь Глагол не точно Годовар Я Да Ну Годовар Да Вот я пишу Да Ар Я Сти Что Что Гатчат Рама Гатчат Охренеть Чат Гатчат Гатчат Окей Гатчат Агатчат Агатчат Наверно Агатчат А Рама Да Рама Почему там Короткая Тогда А Если Там Рама Агатчат Вот последняя Вот последняя Почему А Краткая Ну Предположим Ладно Рама Агатчат Вар Ясти Ясти Было По-моему Да Годовар Яс Это Название Реки Если что А Во Отлично Во Отлично Асти Асти Есть такой Асти Подерж Подерж Сейчас подберем Ну Асти Это просто Есть Это Знаете Как по типу Английского Из Ну Клот Уби А там Сти Да Он Асти Асти Да Да Агатчат Агатчат Как туда Присобачить Годовар Он Или Как Нет Вот Смотри Это Прям В словах Которые К Упрощению Это Генетивус От Годовари Годовари Это Уже Прям Уже Готовый Кенетивус А Как У нас Тогда Годовари И Асти Как Го Го Это Рама Шоу Чего Шоу Ти Рама Гачати А Тогда Получается Это Не Асти Это Просто Да А А вот Ти А что Ти Получается Вот Откуда Или Это Годовар 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 И Асти Как Б Может Быть Это Да Годовар Годовар Я И Асти А А А А Что У нас Происходит Эста Убирается Годовар 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 Асти Да Слушай Правда Ну Тогда Получается Должна Быть Долго Если Если Убирается Получается Нужно Ставить О Нет Разы Там Будет Разы Не Ну Что Ну А А А А А С перед Гласными Кроме А Получается О Знаете Это не то Второе Слово Ничего Пока Какой Асти Годовар Я Мы Поняли Что Годовар Я Это Название Рехи Дальше Рама Какой Тирама А А А А Что Тогда Тирама А Тирама Это Годовар Спасибо Спасибо Какого Годовар Это Тирама Это Сита Шла Короче По Берегу Годовар А Сказал Что Ты Просклонял Давай Дальше Отлично Я Просклонял Уже В Поддержном Окончании Еще И В Русском Рамах А Это Да Это Запятая Слушай Ты Со Своим Вот Этим Как Рамах Рамах Короче Не пут Рамах Ситая Ситая Саха Саха Годовар Годовар Ясти Асмит Конечно Асмит А почему Асмата Армата Отсюда интересно Армату получили Интересно Армата Если уж на то пошло Армата Вообще Армата Даже Армата Армата Это Рам Рама Арамата Итак Глагол Очень ароматный Годоварья Марин Глагол Где Годоварья Где обычный Глагол В конце Зачитайте мне Пожалуйста На берегу Глагольный Корень Рам Годоварь Отдыхать А что они делали Значит Сколько их было Арамата Арамата Я знаю Я знаю перевод Рам Отдыхать Двое Так Или сколько Многое Итак Рама Один Да Это же Сингуляриз Третье лицо Один Рама Да Годоварь Просто Николай Не один Плюс Отлично Рама Вместе С Ситой Отдыхал На берегу Рейки Годоварья Банда Пропустил Срочно Годоварь Так Джонни Аранья Аранье У меня есть файл Сейчас Так Маринь Сейчас Вот вы Договоритесь Это вы Уже Купите Новый Учебник Марк Мы же Договаривались Сколько Про Пошлые Предложения Прикольно К середине Февраля Ладно Ну давайте Хорошо Аранье Махиша На Па Да А Ша Аранье Ма Я И Я Ма Ша Аранье Махиша Па Махиша 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 Апашьям Апашьям Скорее всего Корень От глагола Нет такого Есть глагола Есть глагол Если пригодится Папить Аранье Что такое означает Па Пить Па Лес Аранье Что такое В лесу В лесу Дальше Поезд Аранье Аранье Лес Это будет лес А В лесу В лесу Локативос Махиша Махиша Махи Это великий Наверное Что они делают Маха Там еще прилетело Это будет Махиша Это будет Это буйвол Или Буйволы Или Наверное Да Какой глагольный корень Какой глагольный корень А пашьями А пашьями Пьют Они пьют Нет Не пьют Извините Папи Я только сейчас Пи Пива Пива Глагольный корень Пива Нет Глагольный корень Па Да Пашья Вы ближе всего Не слушайте этих Ответых машин В лесу буйволов Видали Видали буйволов Увидели буйволов Да мы этих буйволов в лесу видали Увидели Сколько И кого тут В лесу буйволов увидели Пашья Да Я видел Сейчас 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 Пашья Это у нас Дальше Дальше В первом лице Увидел Да В лесу буйволов Увидел я Да Я видел В лесу буйволов Так Га Га Я Аликси не издевайтесь Уже купите букварь Давай Ужа Ла Ма Пи Я не пойму Почему вы в пятой не делали Тут Дома Я одно не пойму Ма Не успели что-то Да-да честное Я не успел Так Джалам Я просто не успел по времени просто Да Джалам Нет я одна честная Итак глагол какой Одна женщина Глагол Джалам Апи Глагол Вычините Пожалуйста И И что там еще-то Ба Глагол Глагол Мне вычините Бам Апи Наверно Глагол Глагол Я не спрашиваю Глагол Вычините Глагол Глагол Вычините Апи Апи Бам Апи От какого глагола Пиба Па Апи Пибам Давайте громный перевод Апи Пибам Стрекота и муравей Па пить воду до ганга я что ганги и до сих пор жив дальше воду из ганги опасное дело что горех горех точно пил воду а гире х блин господи поплыли уже все гире х господи шихара переводи джава по-там первое слово алексей тапка кинут давай сколько там слов по-там 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 сколько слов там что значит не знаю вычиняйте глагол что-то там начните всегда с глагола в конце я не знаю тема у нас имперфект значит ищем что папа ищем аугмент гора первое слово это гора если что глагол надо знать глагол должен стоять в конце ну глагольный корень у нас дано всего тут несколько корней а он тут везде смотрите здесь глагол будет апататам перед ним какое слово а основа под падать до этого были падать пожалуйста азвучим давайте пойдемте что-то типа джава конечно вы от санхи здесь очень поможет это очень похоже на санхи словарную форму падеж какой рада допустим 1 ученик кончание какое у этого падежа алексей второе слово какое аджау 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 пузырь ник козел Итак, шикарат. Аджа козёл, я... Вообще это там два козла на самом деле. С вершины горы. Да? Апана козла. Падают, да, упали, да. С вершины горы. С вершины горы, два козла упали. Два козла упали. Да. Падали. Нет, так это же у нас в последнее время. Как это переводит? Упали? Так это continuous или... Мы будем считать, что они упали. Падали, да? Незаконченное. Оно, да? Или законченное. То есть там где-то было написано, что это о событиях в прошлом. Упали. Упали. Оно уже не законченное. Нельзя. Они же не переводят его как свершившийся факт. То есть с горы вершины два козла упали. Мы вернемся к временам, сейчас не будем углубляться. Упали. Дальше. Ну да. Ну это если просто пословно. Хорошо, дальше. Дальше. Упали два козла. Хорошее название. Анекдот. Сколько здесь? Агни, да. Агни. Агнирва. Намадахат. Агнирва. Намадахат. Второе слово. Агни. Агнис. Агнис, это... Агнис, это скорее всего, вот слово... Эр превратился. Агнис. Вана, это ле... Ванама, скорее всего, даже. Ванам. Ванам. А, Ванам, да. Ванам и Адахат. А... Корень Дах есть там какой-нибудь? Коля, корень Дах. Ничего. Итак, а... Агнис? Если кто-нибудь помнит, скажите, потому что... Агнис. Дах сжигать гореть. Гореть. А, лес горел огнем. Огнем. Лес горел огнем. Объект. Объект. Агнис, Ванам и Адахат. Что он с ним сделал? Огонь. Ванам, в лесу. Да. Откуда там... Объект. А, лес. Ван... Сжигал. Сжег лес. А, огонь сжег лес. Помнишь, как... Хорошо, еще маленький вопрос. Откуда там буква Р перед ВА? То есть там же... Это... Это из С Сандха. Это из С Сандха. Там С превращается в Р в некоторых случаях. В Р. Все, понял. Все, понял, понял. Все, как в шакале. Все, и... И последнее, да? Последнее. Ачарья... По смыслу. Сколько здесь слов? Тке tournament. Усподишен. Усподишен. Упадишен. У застройщен. У падешен. У падешен. Ачарья ученик. У падешен. У падешен, да. Дхарма... У падешен... У падишен. Дхармам Упадишан. Упадиш. Упадиш это кого-то наставлять. А Упадишан это... Наставлял, видимо. Да, он настав... А, нет. Блин, Дхармам, Упадишан. Это, скорее всего, тогда настоящее время. Или нет? Упадишан. Так, сколько там учителей? Упадишан. Много. Окончание Н я вижу только в третьем лице в мостном числе. Да, у Падишан. Нет, 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 нет. Учителей много? Учителей много. А учителя... То есть Ачарья наставлял много учителей в Тхарме? Нет, их много наставляли. То есть Ачарья... Так это же Ачарья, он же один. Ачарья один. Нет, Ачарья. Там долго А. В законе, да. Там долго А. Все, я ее просто не заметил. Прошу прощения. Ачарья. Да. Учителя хорошо наставляют в Тхарме, да? Учителя в законе. Нет, но это просто... Нет, но это просто такое... На следующий раз про Шакава. Соответственно... Тхарме. По-буддийски это будет Тхарме. Понятие одиннадцатое. Перевод. Все, все, все. Все. Все свободны. Понятие. Так а что нам задание? Оба, да. Если не хватит, еще подкину. Вот, Марина, ты там расчленяешься. О, я прям не... Нет, часть обе делаем? Да, вы как раз успеете сделать домашнее задание. Все, спасибо. До свидания. Все.